Талантливого писателя и поэта, яркого журналиста Романа Ругина хорошо знают не только на Ямале, но и за его пределами. Только представьте, отдельные его литературные произведения переведены на все европейские языки, а два стихотворения вошли в антологию мировой поэзии. Этот человек стоял у истоков журнала «Мальский меридиан» и 12 лет проработал его редактором. 31 января этого года Роману Ругину могло бы исполниться 80. В этот день в «Этностойбище Лимбия» ярцалинские школьники вместе с наставниками вспоминали писателя. В уютной почти домашней обстановке в одном из чумов «Этностойбище Лимбия» расположились девятиклассники и воспитанники Ямальской школы-интерната. Работники Центральной библиотеки организовали в честь 80-летия Романа Ругина настоящую литературную гостиную с небольшой выставкой книг писателя. Роман Прокопьевич родился в поселке Петляр Шурышкарского района в семье рыбаков. О суровой жизни северных народов он знал не понаслышке, поэтому и главной темой его произведений был кочевой быт, северная природа, легенды и предания, национальные забавы. Пастухи застыли в нартах у крутого поворота, а рога оленей взмыли, словно крылья для полета. Вот уже ракеты в небе излетели в расхореи, начались оленей гонки, все скорее и скорее. Читать стихи Романа Ругина – особое удовольствие. Легкий слог, яркие образы и перед слушателем открывается целая история из жизни кочевников севера. Глаза – любимое стихотворение чтеца Валерия Катетта. Примечательно, что исполняя стих на конкурсе, девушка лично познакомилась с его автором. Тогда Романа Ругина она увидела как человека-перфекциониста. Я участвовала в конкурсе «Сеть чтецов», «Полярная рапсодия», по-моему, называлась. Это было в феврале 2016 года, такие же были морозы, помнится, я шла тогда на конкурс. Я даже не ожидала, что он сам лично там будет, и он сам лично прям сидел рядом с нами, мы рассказываем, он тут сидит. И когда конкурсанты рассказывали стихотворение, он почему-то каждого старался, хотел поправить там, или вместе с ними начинал читать стихи. Но я помню, что вместе со мной он не читал. Вот, видимо, понравилось. И я тогда заняла первое место. И мне показалось, что он человек, который прям все, люди все должны делать идеально. Даже вот его стихотворения особенно должны прям идеально рассказывать так, как он хочет. Мне вот тогда так показалось. Потому что он старался подправлять каждого почему-то. Школьники, пришедшие на внеклассные занятия, тоже прочли стихотворение Романа Ругина. С его творчеством они знакомы, но не так хорошо, как с произведениями другого ямальского автора Леонида Лапцуй. Я не знакома. Я вот здесь училась стихотворение Леонида Васильевича Лапцуя рассказывала. То есть Леонид Лапцуй тебе пока ближе, да, из авторов ямальских? Да, да. Что сегодня ты интересного узнала? О писателе о романе Ругине, как он писал стихотворения. Его стихотворения были о его, как он себя чувствовал, о природе. О народе. О народе. Ну, о всем. О чем произведение Романа Ругина, расскажи. Произведение Романа Ругина о севере. Ну, ты читал его стихи? Да. Нравится тебе? Нравится. А что сегодня на встрече ты интересного для себя узнал? Получил награды. Написал произведение. Как защищал природу. По словам библиотекарей, которые организовали эту встречу, подобные занятия для воспитанников интерната нужно проводить в обстановке, напоминающей родной чум. Это поможет ребятам лучше запомнить информацию и проникнуться темой. Родителям помогают и сетки делать, ремонтировать, и воду таскать, и рыбу ловить. И все это им знакомо. Вот это чем и примечательно, что это как бы не то, что из каких-то других народов, а это именно близко им. И они идут там, где их прошло детство, в домашней обстановке. И думаю, что это как бы им все это интересно. Организаторы пообещали, беседы о выдающихся ямальских авторах не заканчиваются. В этом году им уделят особое внимание. 2019 год Генеральная ассамблея ООН провозгласила Международным годом языков коренных народов мира. Следующая встреча пройдет в феврале. Ее посвятят ненецкому литератору Леониду Лапцуй.